Это у вас единственное за что спасибо. А он нас видел. У нас тоже сидит. Мы с репортером свидетельствуем. Да, да вы что. А вообще-то у нас не шествие было, у нас экскурсия. Экскурсия по Москве. Просто реально. В синеньком. Вообще-то мы ничего не лишаем. Мы ложим. А на спине ложки, да. Где? 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 Это же не лозунг, вы же ни к чему не призывали. Да, мы ни к чему не призывали. А надпись на футболке, это тоже лозунг считается? Скажите. А это лозунг? Лозунг это там, долой, чего-нибудь там. А у нас такое не было. Мы не выручали. Мы не выручали. Ну не выручали бы ничего, просто где они. Никто же не сказал, куда они уехали. Не, подождите, если бы мы что-то нарушали, вряд ли мы пришли бы с этим чем-то в отделение милиции. Правда? Это самое интересное. Мы считаем, что милиция ни за что захватает людей. Да это не милиция, это ОМОН. Милиция это ОМОН. Никто не предупредил. Кто предупредил? ОМОН предупредил вас. У вас же там не было, откуда вы знаете? А кто решил, что у нас вообще какое-то шествие? Они даже не представились между делом. Подходят люди в пятнистой форме, которая продается на любом рынке. Говорят, разойдитесь. Это что, это разве законные требования? Перед всем народом, перед зоопарком. Человек, который пытается что-то попросить, какое-то проявление власти, он должен сначала представиться. Они даже не представились. Поэтому и пришли в милицию. Они даже не представились. ОМОН. На самом деле, если бы с ними не было подполковника милиции, мы бы посчитали, что это просто похищение людей. Потому что непонятно какой автобус, люди в пятнистой форме закинули. Как это считается? Это считается похищением человека. Даже не представились. не могут пройти по улицам, не крича лозунгов, не неся транспаранты. Если вы считаете, что это противозаконно, то давайте тогда встретимся, может быть, в суде в конституционном. Я считаю, что это нарушение. Ребята, ладно, вы тогда стойте. Сейчас мы все узнаем, что там за ситуация. Да вообще без предел каких-то. Алло, да, Стас. Давай-давай, говорите здесь как раз. Они представились. Готовятся нас задерживать? Не объяснили. Не объяснили. Господа, звонит человек из ОВД. Заявляют, что сейчас нас здесь будут задерживать за незаконный пикет. Вот он. Информация прошла. Так что... Ну попробуйте, давайте. Что там еще интересного? Ну не путь, а в сторону. Ага, понятно. Какой путь? Я понял. Спасибо, Стас. Все, давай, звони-то, если что. Какой путь? Подождите, пожалуйста, в чем Стас звонил? Позвонил один из задержанных участников прогулки с ведерком и сказал, что он слышит переговоры сотрудников о том, что сейчас нас всех, вот здесь, кто здесь возле ОВД, будут задерживать за несанкционированный пикет. У нас нет никакого пикета. У нас никакого пикета нет. Мы пришли узнать, как дела с нашими друзьями. Мы же следители незаконных действий милиции. Естественно. Какой пикет? Ребята не замили. Поэтому надо всем пойти и писать заявление. Да, мы сейчас так и сделаем. Не пикет, а подача коллективного заявления. Ну просто каждый от себя напишет заявление, не коллективное. Конечно, следители. Что это вообще? Ну что, кто не боится, пойдемте. Так а кто боится-то? Все пойдут. Эх, ведерочка моя. Не изъявление, сообщение о преступлении. Не, ну похищение людей налицо было все и видимо. По законам избежания. Что это избрали? А я ещё должен избраться. Да, я не знаю.